Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! За команду, за окружение, которое вокруг него существует и за территорию, на которой он проживает. Таким образом, у нас получилось 12 самых главных навыков. Мы взяли высший вид деятельности человека, который существует, это мышление. И вы видите, каждый навык и прошлого, и настоящего, и будущего, он заканчивается конкретным образом. И у нас получилось 12 таких идеальных образов. Ну, вы видите, там, где, может быть, кому-то внизу не очень видно, с территории прошлого, навык прошлого — это патриот, навык настоящего — это созидатель. И то, что связано с навыком будущего, проектно-ресурсного мышления — это магнит, магнит для территории, для того, что происходит в данном случае. Вот такой интересный, может быть, неожиданный подход, но он интересен не только классификации, а тем, что мы придумали под каждый навык конкретные упражнения, которые позволяют этот навык развить и закрепить. У нас получилось таких навык, таких упражнений у нас получилось 5. Это эмоционально мотивирующие упражнения под каждый навык, объясняющие, закрепляющие, проверяющие и продвигающие упражнения. Эти все упражнения позволяют закрепить навык и сделать его действительно автоматизированным, то, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Есть предположение, что профессия будущего — это не только профессиональный стандарт, к которому мы с вами привыкли. Профессия будущего — это как раз набор совершенно уникальных компетенций и навыков, о которых сегодня будут говорить удивительные люди, удивительные специалисты. Я предлагаю сейчас вам познакомиться с нашими участниками, те, которые за 50 минут постараются раскрыть эту удивительную тему ориентиры нашего образования. Виктория Шиманская, проект Skillfolio — цифровой профиль талантов для подростков и для взрослых, для детей. Сауля Уразбаева, проект детский научный клуб для ребятишек с 1 по 4 класс. У нас есть. Решетникова Светлана, агентство стратегических инициатив. Алексей Благинин, агентство стратегических инициатив. Андрей Комиссаров, НПО «Игровое образование», методолог «Игропрактик». Спасибо. Аплодисменты нашим экспертам, нашим спикерам. В послании президента федеральному собранию указано, что модернизировать систему образования могут квалифицированные специалисты с условием требований инновационной экономики. Как осуществить на практике то, что у нас высказано в поручении президента? Возможно ли технологизировать процесс модернизации? Алексей Геннадьевич, что думают по этому поводу в структуре, которая занимается в будущем, в агентстве стратегических инициатив? Да, Сергей, спасибо. Действительно мы этим занимаемся. Я с удовольствием сейчас расскажу о той стратегической инициативе, которую наше агентство ведет. Непосредственно стратегической инициативой, которая так и называется «Навыки будущего» занимается Департамент развития новых форм образования, который я возглавляю. Я не буду подробно останавливаться, потому что мы сегодня хотим и через этот круглый стол, и через все активности, которые агентство сегодня проводит и завтра будет проводить на этой площадке. А активности, которые есть на нашем стенде, это как раз картинки реализации вот этой стратегической инициативы «Навыки будущего». Проекты, которые сегодня будут представлены, это тоже реализация стратегической инициативы «Навыки будущего». Что это такое? Крупными мазками такая карта-навигатор по нашей инициативе. Первое. Мы поддерживаем все новое, что поможет изменить нашу российскую школу. Сегодня все понимаем, что недостаточно только учить физике и химии, нужно учить становиться, быть человеком. Нужны те называемые гибкие навыки, которые мы называем софты сегодня с вами. Нужно умение работать в команде, нужны развитие социально-эмоционального интеллекта и многие-многие другие вещи. Первое, что агентство поддерживает в рамках этой стратегической инициативы, это онлайн-платформы для работы в новых условиях, в новой школе. Новая школа – это школа, доступная для каждого, вне зависимости от местонахождения и места жительства. Мы поддерживаем на сегодня две платформы. Это Учиру, наверное, вы про нее знаете, у нее сегодня здесь есть отдельный стенд. Это крупная площадка, на базе которой уже сегодня проводятся многие конкурсные, олимпиадные истории не только российского, но и международного уровня. Именно на этой площадке проходила олимпиада для малышей по математике с участием стран БРИКС. Учиру, стенд здесь. Хорошо. Хорошо. Пожалуйста, посмотрите. Следующая платформа, которую поддерживаем мы в рамках стратегической инициативы, это открытая школа, национально открытая школа. Открытая школа, сейчас они называются конструктор образовательных программ. Они представлены здесь у нас на стенде. Классная история для любого возраста. Самое главное – это история для учителей. Одни из немногих, которые предложили работающий бесплатный конструктор для построения образовательных программ и поурочных планов. Вот те учителя практики, которые работают в школе, я думаю, что это будет интересно. Следующий продукт, который мы поддерживаем, который был в принципе и создан в рамках этой стратегической инициативы, это платформа-навигатор дополнительного образования «Навыки будущего». Сделан он фирмой InLearn, с ней познакомиться подробнее вы тоже можете на нашем стенде, стенде агентства стратегической инициативы. Это федеральная площадка в сети, место встречи разных субъектов образовательных отношений. Мы планируем, что на этой площадке виртуальной будут встречаться те, кто создает сегодня необычные образовательные программы, в том числе представители неформального образования и родители. Это место встречи авторов образовательных программ и их потребителей, их заказчиков. InLearn, платформа-навигатор «Навыки будущего». Первая часть, первый важный сегмент стратегической инициативы «Навыки будущего». Второе, что мы поддерживаем. Мы поддерживаем любые практики, любые истории, в том числе региональные, которые направлены на формирование тех или иных конкретных навыков и компетенций будущего. Навыков и компетенций 21 века. Сегодня многие из этих проектов, которые мы поддерживаем, мы вам покажем. Это будут такие картинки, прям живые реализации этой нашей стратегической инициативы. Просто назову некоторые из них. Уникальная история из Томска. Конструктор образовательного пространства. Программа клубов для малышей и школьников, которые помогают раскрыть им их изобретательское и конструкторское начало. Фабрика Миров сегодня представит свой проект. Эмоциональный интеллект. Мы привыкли, что мы в школе, вот я уже говорил, физика, химия – самое главное. Вот для меня лично школа будущего – это школа, где появится, наконец, достойное место искусству. И где мы, наконец-то, будем учить становиться человеком. Потому что физику, химию, географию классно знать. Но нужно современному человеку сегодня уметь презентовать свою идею. Нужно грамотно входить и выходить из конфликта. Нужно просто уметь считывать другого человека, его эмоции, контролировать свои эмоции. Социально-эмоциональный интеллект, Академия Монсиков – это тоже проект, который мы поддерживаем в рамках нашей стратегической инициативы «Навыки будущего». Как важна личная безопасность? Мы это все знаем. Сегодня, к сожалению, курс, который в школе как бы предназначен под это, основу безопасности жизнедеятельности, он у нас неприемственный и он у нас незавершенный. У нас есть кусочек ОБЖ в началке, в ознакомлении с окружающим миром. У нас есть чуть-чуть ОБЖ в подростковой школе. И у нас он абсолютно сегодня отсутствует, как обязательный, в старшей школе. У нас есть классная история, которую мы поддерживаем. История, построенная абсолютно на психологии того нового поколения, которое сегодня пришло в школу, так называемого поколения Z. Эта история называется «Универсальный код безопасности». Код «Контролируй, оценивай, действуй». Ребятишки в форме квеста, специальными наворотами, которые им безумно нравятся, шифровками, разными акциями в центр. У них браслеты безопасности, не вскрывают коды. Вот такая история создана. Есть шикарнейшая программа под началку. Есть тетради-навигаторы, отработанные, выверенные методически. Сегодня тоже мы этот представим, проект Наталья Сидорина «Универсальный код безопасности». Вы знаете, очень важно сегодня правильно выстроить политику. Политики в образовании сегодня, это не только Ольга Юрьевна Васильева, это не только люди, которые принимают решения на федеральном уровне. Политики образовательные сегодня на самом деле там, я с точки зрения сейчас Москвы, в школе конкретной, в конкретной социокультурно-образовательной среде, поселения, города, района. Вот помочь таким людям направлен проект, который представляет Андрей Комиссаров, сидит слева от меня, человек-эксперт, человек, за которым огромная плеяда экспертов, который может помочь вам решить любую вашу образовательную, в том числе политическую задачку, любого уровня сложности. Вот всех, никого не забыл? Чтобы не обижались потом на меня. Вот это проекты и программы, которые направлены на формирование конкретных навыков будущего. Следующий серьезный слой, который входит в нашу инициативу, это поддержка новых грамотностей. Это новое явление в нашей школе. Мы практически грамотностями с вами никогда не занимались. Педагоги меня поймут, все-таки знание, умение это одно, а грамотность это про поведение, это немножко другое. Мы в этом году взяли для себя три грамотности, финансовую, правовую, информационную. Коллеги, если в ваших регионах есть какие-то классные истории по этим трем грамотностям, готовы взять на сопровождение. Готовы масштабировать, тиражировать, всячески помогать, в том числе методологически. Смотрите, финансовая грамотность начали с Центробанком России. Я думаю, что все слышали про российский финансовый зачет, который мы сейчас идем, мы не ожидали. За 10 дней 110 тысяч участников мы рассчитывали на более скромные цифры. В общем, тема востребована. Мы, задача-то какая, этой стратегической инициативы по грамотностям, создать некие зонтики, некие наборы, мы их называем цифровые рюкзаки, наборы инструментов, в том числе цифровых, для разных участников образовательных отношений, учителей, родителей, детей. Вот в помощь, в формировании вот этих вот так называемых грамотностей. Осенью какая-то активность будет с нашей стороны по правовой грамотности. Это вот третий такой пласт вот этого нашего многослойного пирога под названием «Навыки будущего». И четвертая история – это неформальное образование. У нас сегодня этому будет в 5 часов посвящена отдельная сессия. Я думаю, что вы со мной согласитесь, кто следит за этой темой, что сейчас самое вкусное, самое сочное, самое интересное в образовании рождается именно в этом секторе. Что это такое? Что это за жук, который появился на нашей образовательной поляне? Вот мы попробуем с вами разобраться вместе. Эта стратегическая инициатива как раз направлена на то, чтобы понять, что это такое, что это за колорадский жук, и понять, а что надо сделать-то в стране, чтобы вот этот сектор развивался. Что нужно сделать, чтобы те суперуспешные, суперэффективные практики, которые появляются на этой полянке, стали не экспонатом образовательного музея, а практикой, нормой в сегодняшней школе. В том числе, какие законодательные и нормативные барьеры нужно снять, чтобы неформалка пришла на поляну формального образования. Об этом сегодня тоже будем говорить. Это наш приоритет. Про это, кстати, мы будем говорить и на летних интеллектуальных играх, которые в июле пройдут в Якутске. Это международное мероприятие. Пользуясь случаем, тоже вас, коллеги, приглашаю к участию к этому. И с этим непосредственно связано новое направление, которое мы поддерживаем. Это детское социальное проектирование. Вот Светлана Решетникова, мы с ней вместе работаем в департаменте, как раз будет рассказывать про это. Не только рассказывать, но и мы покажем вам живых детей, которые этим занимаются. У нас в августе ближайшая смена в Артеке. Тоже будем рады видеть ваших детей и вас в качестве экспертов, если вы выдержите наши требования, которые мы предъявляем для участников этой смены. Я пока закругляюсь. Если будут вопросы, я потом на них буду готов ответить. Руководитель департамента новых форум образования Агентства стратегических инициатив. Алексей Геннадьевич. Вы знаете, что сегодня, когда ребенок может похвастаться своими компетенциями и навыками, он представляет портфолио. Это такое собирательное место, где все лучшие достижения, которые зафиксированы формально, они накапливаются. Мы сегодня с утра говорили, что портфолио бывает мертвое и портфолио бывает живое. Мертвое портфолио, которое приводит к гордыне ребенка, когда он как царь кощей над златом чахнет, когда он только накапливает это, может привести к печальным последствиям. Мы все с вами знаем историю гордыни. Живое портфолио – это то, которое работает прежде всего на территорию, на организацию, которую ребенок представляет. И у нас появилось такое новое направление в мире, в России. Это уже не портфолио, а скиллфолио. И вы сейчас услышите потрясающий рассказ, что это за новый интересный инструмент. Благодарю. И действительно, сейчас пока ставят презентацию. Два слова хочу сказать, что про навыки эмоционального интеллекта будет отдельный мастер-класс от меня на стенде агентства стратегических инициатив. Буквально по завершению этой секции в 16.00. А сейчас по презентации. Вот, включен. Ага, замечательно. Здесь скажу, действительно, мы говорим, что в России у нас действительно навыки будущего – это важнейшая составляющая. Но понятно, что это определено тем мировыми событиями, которые происходят. И то, что говорит SEO Google о том, что в 2020 году треть всех профессий будет требовать навыков, которые сейчас не распространены. И именно эти навыки и необходимо будет сейчас уже обучать наших детей, а вместе с ними на самом деле и нам самим. И фактически мы все становимся перед выбором, это официальные мировые данные. Долей 35% в мире останутся к 2020 году без работы. И при этом 50 миллионов – нехватка квалифицированных кадров. По сути, мы просто определяемся, где нам быть. Мы остаемся не у дел или мы действительно становимся профессионалами своего дела. И, безусловно, будет множество новых профессий. Но самое главное, что даже те профессии, такие как предприниматель, учитель, пекарь, они останутся. Но важно, чтобы быть действительно выдающимся предпринимателем, выдающимся учителем и выдающимся пекарем. И вот это вот быть выдающимся в своей профессии новой, существующих – это и определяет как раз вот эти soft skills и навыки будущего. И виртуальное сотрудничество, эмоциональный интеллект, осмысленное принятие решений – это все те навыки, которые нам необходимы. И, конечно же, те типы мышления, которые сейчас выделены в профилях, которые представлены. Потому что только тогда, когда мы объединяем наши основные компетенции, наши знания и умения в прикладных областях с навыками будущего, мы не только получаем конкретные знания, мы действительно развиваем компетентность, как креативность, как взаимодействие, лидерство, что и позволяет быть теми самыми выдающимися специалистами в своей любимой профессии. Что же происходит? Действительно сейчас огромная инициатива формирования кадров будущего для всех регионов России. Потому что благодаря новым технологиям это действительно возможно в каждом регионе, в каждом уголке нашей необъятной страны. Именно через обеспечение развития навыков будущих во всех регионах Российской Федерации. С учетом разных типов мышления. И то, с чего начиналось, еще раз представлено прошлое, настоящее и будущее, формирующее 12 моделей. То есть каждый ребенок в этом году сможет принять участие в Олимпиаде, составив свой профиль, определив уровень развития эмоционального интеллекта, памяти, внимания и разных типов мышления. Я обращаю ваше внимание, что это не значит, что у него ролевое мышление хранителя, это хуже, чем ролевое мышление стратега или инвестора или программиста. Все эти типы мышления, они важны. Каждый из этих типов мышления позволяет найти именно свой путь. Просто очень важно найти тот самый талант ребенка. И вот такой формат скилл-фолио действительно он позволяет. Уже сейчас первичный, можно пройти каждому ребенку формат скилл-фолио на фактор F, протестировать, прокачать и подтвердить. А в дальнейшем в обучении этого лета будет полностью запущена программа уже с этими ролевыми моделями. И как же, может быть без навыков будущего, каждая такая скилл-фолио будет действительно представлена в формате, подтверждена на уровне блокчейн-компетенции. Поэтому это будет такой формат, где каждый ребенок действительно уверен в том, что у него есть еще помимо его портфолио и скилл-фолио. Но для того, чтобы завершая вот эту вот презентацию, я хочу вам обратить внимание на эту картинку. Потому что все время им кажется, что когда мы говорим про смыслы, про навыки, про эмоции, это что-то такое абстрактное. Так вот я хочу вам сказать, что вопрос эмоций, вопрос смыслов, это не вопрос философии, это вопрос нейрофизиологии. Мы правда видим то, что есть. Вы можете посмотреть сюда и силой мысли, я не понимаю всего этого слова, вы можете сделать, что наверху будут ямки или наверху будут выпуклости. Смотрите, с точки зрения сенсорной информации картинка не меняется. Но то, как мы видим, как мы смотрим на ребенка, как мы смотрим на эти профессии, как смотрим на таланты, мы что-то воспринимаем как успех, как горку или что-то воспринимаем как провал. И это не зависит от того, что там, это зависит от того, как мы это видим. И поэтому я уверена, что когда мы понимаем, что это восприятие, и в первую очередь я обращаюсь к вам как к педагогам, восприятие в детях их талантов, их разных типов мышления, именно отображая уже как минимум в этом цифровом профиле, позволяет нам увидеть их таланты, увидеть разные типы мышления и действительно их развивать. Спасибо вам большое и будем двигаться. Так, запомните эту красивую девушку Виктория Шиманская, директор образовательных программ проекта онлайн-обучения на базе реальных задач науки и бизнеса SkillFolio. И еще много-много всего. И вы знаете, что она один из авторов уникального проекта, который связан как раз с обучениями, ну, неформальным обучением детей, который называется Монсики. Сегодня о нем говорили. Задайте слово Монсики в поисковой системе, и для вас будет инсайт, что оказывается, вот можно детишек так по-другому совершенно воспитывать. Еще один человек с говорящей фамилией, Комиссаров. Он комиссар сегодня нового образования. Его уже презентовали. Он действительно уникальный, блестящий человек, за которым очень много последователей. Андрей, вам слово. Спасибо большое, да. Ну, не знаю, насколько блестящий, но, значит, говорить буду без слайдов. Значит, смотрите, я полностью согласен со всем, что сказали сейчас коллеги. Хотелось бы чуть-чуть вот добавить такой твист, что называется, да, заход неожиданный. Вот мы говорим с вами про навыки. Навыки – это автоматизированные умения. Умение – это понимание, продемонстрированное в деятельности. Соответственно, основа образования – это в первую очередь достижение понимания. Подавляющее большинство, значит, тех, кто принимает в МФТИ и других математических вузов, новых абитуриентов, говорят о том, что, к сожалению, знания далеко не всегда соответствуют пониманию. Приходят ребята после школы, сдают экзамен, мы видим ЕГЭ, ЕГЭ демонстрирует знания. Но есть ли у них понимание, можем ли мы это увидеть или нет? Вот это как раз и есть тот ключевой момент. Дело в том, что навык, он характеризуется своей статичностью. Навык автоматичен. Мы печатаем с вами десятипальцевым методом, и мы не думаем, куда средний палец упадет. Те, кто умеют водить машину, когда они садятся только за руль первый раз и думают, как им параллельно припарковаться, это страх и ужас вообще, вы все знаете. Те, кто параллельно паркуется давно, они не думают об этом, они просто автоматически крутят руль сначала влево и так далее. То есть вот эти моменты, переход в автоматизм подразумевает одну очень важную вещь. Он подразумевает, что вы в этом направлении перестали развиваться, в этом направлении перестали эволюционировать, потому что ваше понимание перестало увеличиваться и усложняться. И это значит, когда мы говорим о навыках, нас интересует статика. Но так ли это в образовании? Интересует ли нас действительно достижение какого-то статического конкретного результата, после чего мы можем поставить чек и удовлетвориться? Возможно, имеет смысл говорить о том, что нас в первую очередь в образовании интересует увеличение, усложнение и трансформация человеческого понимания. Как можно достичь этого? Это, конечно, в первую очередь деятельностные педагогические практики. Практически 100% того, что мы сейчас имеем в школах, построено на освоении шаблонов. Мы все знаем, что по Выгодскому освоение шаблонов – это первый, базовый, самый главный, но не единственный этап образования. И поэтому, если мы с вами умеем брать теорему и применять ее на практике, и находя катет напротив 30-градусного угла, сразу понимать, что это значит, это хорошо, но это не есть завершенная стадия образования. Сейчас мы с вами живем в мире высокой сложности, в мире, который эволюционирует гораздо быстрее, чем эволюционируем мы. Эволюционируют технологии, они развиваются, социальная инженерия, появляются принципиально новые способы взаимодействия. Пример. Моя команда сейчас в течение месяца делала отбор университета НТИ. Это университет будущего, один из ключевых проектов Агентства стратегических инициатив. Мы делали этот отбор полностью в онлайне на 100 тысяч человек. Нам надо было померить мета-предметные компетенции, поведенческие паттерны, мотивацию и особенности в культуре организации деятельности, то есть какие у вас ценности и какие у вас нормативы в деятельности. Все это мы делали за месяц. Команда из 13 человек, внимание, ни одного из них мы не видели живьем ни разу за этот месяц. Проект сделан был за месяц. Ни одного из них, дизайнеры, нарративные дизайнеры, программисты, методологи, люди, которые разрабатывали задачи, все работали в онлайне. Вот работа в онлайне, вот этот вот протокол взаимодействия, это, конечно, навык. Он у вас там был. И у вас, кстати, очень хорошая, мне очень понравилась схема. А, вот. И это было. Но вот этот переход на принципиально новый уровень взаимодействия имеет помимо слова «переход» другое очень важное слово — это взаимодействие. Если в школе и любом образовательном учреждении нет взаимодействия, нет деятельности, то про все мета-предметные навыки, про сердцев, скиллы мы можем забыть просто сразу. Потому что мы не сможем их развивать. Это предметные навыки, они банально вне деятельности не регистрируются. Мы не можем вне деятельности сказать, что человек системно выслит. Мы не можем вне деятельности сказать, что у человека хорошая саморегуляция, управление ресурсами, состояниями, что учителя могут бороться с выгоранием, а дети могут взаимодействовать друг с другом и подавлять свои хотелки для того, чтобы в коллективе иметь хорошую, здоровую атмосферу. Соответственно, наша с вами педагогическая практика должна быть в первую очередь и самую главную очередь практикой деятельности. Что это значит? Сейчас у нас таких практик очень много. Это не инновация в образовании, это не принципиально какой-то прорыв, это старое доброе. Вспомним Махаренко, гениальный совершенно преподаватель. Что он сделал? Он строил вместе с детьми. Это была полноценная проектная деятельность. Да, может быть, он не смотрел с детьми образ результата, критерии качества и заказчика этого проекта, как мы сейчас с вами делаем бизнес-залоги, но дети делали это сами. И вот это очень важно. Второй момент. В нашем мире высокой сложности человек больше ничего не сможет сделать один. Особенно в тот момент, когда роботы и нейросети наступают нам с вами на пятки. Они уже вытесняют гугл-теров, они уже вытесняют рекрутеров, которые подбор профессионалов делают для нас. Они уже делают многие вещи лучше нас. Да что там в Лондоне юристов вытесняют нейросети, и оказалось, что нейросеть гораздо лучше предсказывает исходы определенных решений и слухи, чем маститые юристы, которые зарабатывают многотысячные гонорары на каждом деле. И что это значит? Это значит, что сейчас у нас с вами индивидуализация. И заход на вот я, это моя поляна, это мои навыки, это мои компетенции, и вообще вот этот индивидуальный подход, он перестает быть ключевым, потому что в таком виде мы не можем с вами конкурировать. И это значит, что новый подход, это подход к построению экосистемы. Люди команды, которые взаимодействуют по-разному, взаимодействуют в онлайне, взаимодействуют с живьем, нам для этого нужен эмоциональный интеллект обязательно, взаимодействуют с помощью высоких технологий, которые мы должны понимать. Но люди, встроенные в сложную экосистему, где каждый человек может играть разные роли, занимать разные позиции и взаимодействовать вместе со всеми. И вот именно это должно отражаться в образовании. Я заканчиваю. В образовании это может отражаться как? В школе, например, вот я сам преподаю в школе. Я уехал из Москвы, потому что у меня четверо детей, мне нужно было сделать им классную образовательную среду, и так, чтобы это не стоило там больше 100-ти тысяч рублей, старых старших хотя бы. Короче, в том, где у нас есть школа, называется школа юнор. Я вас всех туда приглашаю, школа имеет все уроки открытые. Я преподаю по понедельникам. Преподаю следующие предметы. Профт, навигация и системное мышление. Это предмет, который позволяет детям выйти на понимание того, какие сейчас уже существуют очень востребованные профессии. Например, специалист по анализу данных около 200 тысяч рублей в месяц. Специалист по дизайну опыта и дизайну взаимодействия. Эксперинс дизайн. Потрясающе горячая тема. Около 300 тысяч рублей в месяц. Специалисты-методологи, которые сейчас неожиданно нужны везде, а не только в образовании. Около 150 рублей в месяц в месяц. И так далее. Соответственно, вот эти все профессии мы можем пройти через все подробные шаги. И как именно я к этому приду, а для этого нужно понять, какой я. И сделать осознанный выбор. Это первый предмет. Второй предмет просто на скидку. Это системное мышление на уровне. Создатели миров называется предмет. На этом предмете в игровой среде мы с детьми создаем их собственные миры. Начиная от астрономии, географии, биологии, какие животные растения там живут, как это все влияет на антропосферу, как формируется человек, как формируются человеческие взаимоотношения. В данный момент, в седьмом классе, мы с ними смотрим кроманьонское общество и как у них технологии в тех мирах, которые они сами создали. Вот таким образом получается целостная картина. Для чего я это делаю? Потому что дети приходят сами и говорят, дай нам еще, дай нам, вот это вот хотим, вот это. Это перевернутый класс, и они дают детям теории. Они приходят и требуют ее с меня. И это возможно в игровом залоге. У вас вот очень правильно было там написано «игровое образование». Я сам занимаюсь игровым образованием больше 15 лет. Сейчас у меня более 100 коммерчески реализованных образовательных игр. Мне кажется, что именно игровые, проектные и сотворческие темы – это и есть все то, что позволит нам прийти в будущее вооруженными против, так скажем, засилье роботов и нейросетей, экосистемными людьми, взаимодействующими легко и обладающими все теми навыками, которые, в первую очередь, мы всегда сможем переструить. Потому что вот эта перестройка, даже лучше, чем классность для нас сейчас, адаптивность к будущему – это, в первую очередь, перестройка сознания. Спасибо. Аплодисменты Андрею, гениальному. Чем будут отличаться роботы от людей, даже самые совершенные роботы? У них будет, у людей, то, что не могут достигнуть роботы, будет воображение и интуиция. И классно сделал переход сейчас Андрей, точнее, не будет просто сделать переход в Сауле, потому что у нее открытый молодежный университет. Несмотря на название, они занимаются даже маленькими детьми. И это как раз пример новой экосистемы, которая и онлайн-обучение, и реальное обучение очень хорошо согласовывает. Коллеги, добрый день. Хотелось представить проект, который называется «Детский научный слух» в фабрике МИРОВ. Общая идея – это вовлечение как раз-таки к инфрацизм на инженерное творчество и развитие навыков, начиная с первого класса. С чего вы начали наши деятельности, как мы провели анализ? Мы рассмотрели весь спектр с первого по одиннадцатый класс и разложили по развитию компетенций. Если мы смотрим снизу, я старший класс – развитие специализированных компетенций, среднее звено развитие компетенций общих исследовательских, творческих, информационных. А начиная с начальных классов, в начальных классах размеряют не компетенции, а универсальные учебные действия. Потому что репетишки маленькие, и как раз-таки эти действия, потом постепенно, начиная с пятого класса, могут превращаться, переходить в систему измерения компетенций. И вот исходя из этой построенной модели, хотелось бы представить направление проекта для репетишек с первого по четвертый класс. Основа измерения компетенций. Исходя, с одной стороны, есть компетенция 4К, но с другой стороны, есть ограничение стандарта ГОС. Вот исходя из двух данных и аспектов, мы как раз-таки разложили универсальные учебные действия репетишек начального звена маленьких детей на непосредственные ОУД, которых сформировались вот три блока – револютивные, познавательные и коммуникативные. Что такое детский научный клуб? Это модель, новая модель, которая формируется в школе, где по системе дополнительного образования в виде такого пространства, где репетишки с первого класса вовлекаются в инженерное творчество, в проекты, в исследовательскую деятельность. И наша общая идея, чтобы ребенок самоопределился, посмотрел и понял, какого рода интересы его интересуют, и уже к пятому классу мог дальше развиваться уже в том направлении, которое его интересует. Но непосредственно деятельность клуба, она больше в сторону развития НТТМ-компетенции. То есть идея общего вовлечения детей, начиная с первого класса, в инженерную культуру с последующим выходом уже в IT и в НТТМ направлении. Клубы организуются в формате непосредственно отдельного такого пространства в школе, где репетишки обучаются, играют и в игровом формате познают новые направления. Обеспечение проекта стоит из двух частей очень коротко. Есть очная составляющая в школе и есть блок отдельный для обучающегося. Обучающийся больше находится в той среде, к которой он привык. Это игровая среда, это порталы, это игры и образовательные тренажеры, которые встраиваются в учебный процесс, дополняя, расширяя, развивая те модули, которые мы изучаем в классе вместе с педагогом. Педагог не классический. С одной стороны, педагог начальных классов, с другой стороны, он проходит повышение квалификации. И общая идея, чтобы педагог стал кьютером, участником игровой легенды, ну и наставником, который ведет детей, развиваясь с первого по четвертый класс. Общая идея. С первого по третий класс мы развиваем разные типы мышления. У нас есть везде герои, друзья, которые сопровождают весь учебный процесс. В первом классе это непосредственно знакомство с необычными явлениями вокруг нас. Во втором классе мы уже погружаемся в аналогии мира, природы и человека. Ну, небольшой примерчик. То есть не мы рассказываем о том, как устроен самолет, а орел рассказывает, как он летает, что такое крылья и как самолет устроен. Это постепенное введение в НТТМ. Опять же, не мы рассказываем, как производится технология строительства, а герой-бобер рассказывает, как он строит, что такое строительство. И непосредственно прямо на уроке ребятишки могут, используя подручные небольшие материалы, погрузиться в тематику карвинга и вырезать из яблока, из картошки какие-то определенные фигуры. То есть мы потихонечку вводим их в технологии с одной стороны, прививаем интересы, развиваем их с другой стороны и потихонечку дальше движемся. В третьем классе это путешествия со странами и народами мира, но это не география, это не технологии, это шире. Общая идея, мы знакомимся с миром, с технологиями и с известными новинками, которые у нас есть в мире. А в четвертом классе мы уже переходим к непосредственно уже деятельности в сторону НТТМ. То есть это уже проекты и исследования, связанные с техническим блоком. Все это сопровождается, естественно, материалами, тетрадями рабочими. У педагога есть интерактивный электронный учебник в каждом классе. У него есть технологическая карта каждого занятия, расписанная полностью. Ребятишки находятся на портале. Либо самостоятельно, либо с участием родителей. Они могут в игровом формате пройти образовательные тренажеры, которые дополняют, расширяют очную часть. Может, создастся впечатление, что это все в онлайне. Нет, это не так. Большое количество праздников и мероприятий проводятся очно. Здесь мы видим всероссийские телемосты. С одной стороны, телемост всероссийский невозможно собрать очно. С другой стороны, да, частично используются онлайн-технологии. В формате вебинаров, либо видеоконференций 5-6 школ собираются, и в конкурсной основе мы проводим такого рода мероприятия. А праздники посвящения выследователей – это праздники, проводимые непосредственно в школе. То есть есть часть онлайн, есть часть оффлайн. Есть сетевые игры на портале, есть игры настольные тематические в классе. То есть есть сочетание оптимальное того и другого. Если есть такая возможность в образовательных организациях, что встречается достаточно редко, то мы стараемся вместе с образовательной организацией оформить отдельное помещение клуба, хотя бы в минимальном формате. Это пространство, в котором есть зоны обучения, зоны отдыха, зоны для проектной деятельности, зоны для экспериментов. Педагог. Педагог – ключевое звено. Педагога необходимо обучить и передать ему все необходимые материалы. В этом формате педагог в дистанционном формате, в удобное для него время проходит обучение. Объем обучения зависит от его желания, времени и потребности – от 8 до 72 часов ежегодно. Ну и завершая, хочется сказать, что все-таки мы делаем акцент на универсальные учебные действия, которые есть. Здесь приведены примеры аналогии, как компетенции 4К раскладываются в универсальные учебные действия. И мы как раз-таки непосредственно измеряя изменения ребенка и его действия в начале года и в конце, можем увидеть его рост, формируется его электронная портфолио. И непосредственно можем к концу 4 класса увидеть, как эти универсальные учебные действия по аналогии постепенно превращаются уже в систему учета и роста компетенции. Начиная с 5 класса, конечно, мы начинаем уже смотреть и измерять компетенции. Поэтому считаем, что как раз-таки развитие ребенка с 1 класса, развитие многосторонне, позволяет ему выйти уже в среднее звено, достаточно подготовленным, более или менее определенным в том направлении, куда ему хотелось бы дальше развиваться, ну и быть уже готовым, открытым к любому, в принципе, направлению деятельности. Общий портрет выпускника, который хотелось бы увидеть. Ну и коллеги, наверное, все. Спасибо. Спасибо. Аплодисменты Сауле. Связи, контакты все есть. Будьте добры, пожалуйста. У нас с вами уникальная площадка, где спикерами выступают дети. И у них вот такие красивые есть даже бейджики, да, несмотря на то, что они всего лишь школьники. И родители здесь их поддерживающие. Это участники потрясающей смены в Артеке, которая была связана как раз с навыками будущего. Светлана расскажет нам о смене и даже представит этих ребят, которые тоже приготовили свое, наверное, первое в жизни такое выступление на такой огромной международной площадке. Светлана. Добрый день. Я немножко в сторону отойду. Андрей действительно сделал хорошую подводку не только к выступлению Сауле, но и к моему в том числе. Но здесь, да, такой хитрый заход. Андрей начинал вместе с нами работать в этой программе, когда три года назад мы организовали стратегическую сессию для того, чтобы понять, чего же хотят наши дети в будущем. Мы вот все рассказываем. Надо им то, надо им это. И мы решили послушать, правильно ли мы все понимаем. Как оказалось, по итогам сессии мы вообще не понимаем своих детей. Совпали всего лишь в 5% наше понимание того, чего они хотят в будущем. Оказалось, что у них очень много опасений и проблем по их существованию в нашем мире. У них есть страхи перед большим городом, страхи перед их будущим. И мы все принимаем решения, у нас много, серьезные организации, а жить-то им. Поэтому у нас появилась первая идея собрать детей не только на эту стратсессию. Мы отобрали некоторое количество детей, привезли в Артек и с ними разрабатывали их образ будущего. Мы прорабатывали с ними вместе проектные идеи, которые они доводили до очень интересных проектов. Честно говоря, для нас очень много было неожиданного. Для них обучающая программа была в формате игр. Где-то мы читали интерактивные лекции. Эта программа у нас уже 2 года. Я хочу сказать еще, у нас в программу в прошлом году приезжали, например, дети и те, которых мы отбирали. И были те, кто просто приехал отдыхать в Артек. И мы очень боялись, что втянув их в эту программу, которая у нас, честно говоря, была жесткая. 4 часа обучения летом в Артеке, когда под окнами моря. Мы боялись, что многие просто скажут, мы не хотим. Но вот ребята вам сами потом расскажут, потому что у меня здесь как раз есть примеры ребенка, который по отбору прошел и ребенка, который случайно попал в нашу программу в Артеке. Никто из них не пожалел. Мы работали в огромном количестве разных форматов. В соцсетях завели собственную страницу, куда ребята в середине сессии выкладывали свои проектные идеи. И весь лагерь голосовал за то, какая проектная идея лучше и вообще будет ли она реализована. И вот в этом году у нас более широкая программа. Мы набираем больше детей и надеемся, что вот этот краш-тест мы проведем даже в очном режиме. Для того, чтобы не взрослые оценивали их работу, а дети сами оценивали детей. Вот здесь я просто рассказываю, у нас было огромное количество различных форматов работы за эти два года. А главное, что этот формат очень востребован. Действительно, как мы проанализировали, различных проектов, которые работают с детским социальным проектированием, по стране огромное количество. И главное, поднимать эти идеи, изучать. Работы, которые приходят на конкурс на отбор в Артек, иногда поражают своей серьезностью, продуманностью. Иногда даже кажется, нет, это не ребенок написал. Но потом, когда разговариваешь с ним лично, понимаешь, что у нас настолько продвинутые дети. Мы в прошлом году брали на смене интервью. И то, как ребята говорили о своем будущем, о том, чего они хотят добиться в жизни, нас, честно говоря, очень поражало. Ну вот, я не буду больше много рассказывать. Я хочу, чтобы у нас действительно осталось время, чтобы ребята выступили. Возможно, к ним будут какие-то вопросы. Поэтому передаю слово сразу, да? Георгий, давай первый. Вот Георгий Мартынов, он как раз тот, кто попал к нам случайно. Ребенок приехал отдыхать, а мы его загрузили. Спасибо. Добрый день. Прошлым летом я был в Артеке. Я приехал отдыхать, но вместо отдыха непонятна для меня учеба. Начались какие-то лекции вместо тихого часа, работа с бумагами и куратором вместо купания на море. Первыми впечатлениями я поделился со своей мамой, на что мне она сказала, что мне очень повезло. В тот момент я не понимал, почему. Когда начались практические занятия, когда начались практические занятия, началась работа над проектом. Нас разделили на разные группы. Мы снимали видео про наши проекты, чтобы определить популярность среди отрядов по подсчету голосования лайков в соцсети ВКонтакте. Эта смена мне дала опыт проектной деятельности. Я получил новые знания. Реализация этого проекта в школе мне дала авторитет среди моих одноклассников и старших классов. Мне даже удалось выступить в роли ведущего в встрече с профессионалом. Аудитория была около 90 человек. Это три класса. Помимо предметов в школе и учитывая опыт реализации проекта, я считаю, что необходимо знать правильное и безопасное использование интернета, создавание сайтов, и чтобы дети могли правильно писать статьи. И хочу сказать огромное спасибо моим родителям, потому что если бы они мне не помогали, то я и мой проект вряд ли бы достигли таких результатов. Спасибо за внимание. Спасибо. Давайте поаплодирую маме. Мама, встаньте, пожалуйста. Георгий очень переживает. Вот такой замечательный человек, который… На самом деле я хотела сказать, что вот те дети, которые здесь, они не случайно здесь, мы их отбирали не случайным образом, это те, кто за этот год свой проект не бросил. Мы же понимаем, что вернувшись из Артека, не у всех хватает сил довести проект. Вот Георгий и Катя, которые сейчас выступят, это те ребята, которые до сих пор занимаются своим проектом, имеют определенные результаты. У нас в субботу будет защита на стенде их проектов. Катюша. А, ну сейчас Катя расскажет про свой. Катя Жигина, вот она у нас была по отбору, она очень вообще продвинутая девушка. Я думаю, что сейчас все вам расскажет достаточно. Здравствуйте. Я хочу рассказать, в общем, немного о проектной деятельности, что это такое, потому что у многих людей, и у взрослых, и у подростков, и у детей возникает много вопросов. Что это такое, и зачем это вообще надо? Настоящее время — это время перемен, когда нужны люди, способные принимать нестандартные решения и умеющие творчески мыслить. Проектная деятельность ориентирует нас на коллективную, групповую, парную, ну и даже индивидуальную работу. Она помогает нам преодолеть свои страхи и сделать шаг за горизонт. Это технология, которая обеспечивает рост личности и позволяющая детям, подросткам и взрослым идти по ступенькам роста от проекта к проекту. А теперь немного о том, что дает работу с проектами. Расскажу на собственном опыте. В том году, летом, мы с мамой нашли на сайте Артека агентство стратегических инициатив, и мне сразу же захотелось принять участие, попробовать свои силы. Я сделала маленький проект, и вскоре мне пришло сообщение о том, что я еду в Артек на проектную вот такую сессию. Для меня было это очень неожиданно, ну и, естественно, я была очень рада. Когда мы приехали, и первый день нас собрали в зале, чтобы объяснить нам, что такое, у меня сразу же возникло тысяча вопросов, как и у всех остальных детей. Что это такое? Мы что, не будем отдыхать? А когда на нас еще загружали, мы уже начали плакать немного о том, что нет тихих часов. Но в конце концов нас распределили на команды, выделили каждой команде куратора, и мы начали работать. В команде все разделились по такой модели Belbin. Значит, каждый занимал свою определенную нишу. Кто-то выступал в роли генератора идей, кто-то был исследователем ресурса, кто-то оценивающий, коллективист. Ну и, естественно, человек, который доводил все до конца, докручивал все идеи. Сначала мы выявляли всевозможные проблемы, которые появлялись в сфере, на которую направлен наш проект. Потом мы набрасывали кучу-кучу идей. Все самое сумасшедшее, все, что только приходило нам в голову. Потом отсекали, отсекали то, что не нужно. И в конце концов склеили ту модель, которую мы дорабатывали весь этот год. Сейчас проект у нас уже готов. И вот в субботу мы будем его защищать, поэтому приходите. Что нам дала работа такая командная в проектах? Мы научились сразу слаженно работать в команде и быстро реагировать на изменения. А это очень важно в современном мире. Также мы завели много новых полезных знакомств. И я до сих пор общаюсь с детьми из Артека. И один мальчик даже из Швейцарии был. И в конце концов мы получили тот бесценный опыт, которым я пользуюсь каждый день в простой повседневной жизни. Я хочу закончить свой рассказ словами из пословицы. Расскажи, и я забуду. Покажи, и я запомню. Вовлеки, и я пойму. Которую можно считать девизом проектной деятельности. Спасибо огромное. Молодец. Давайте я кратенько, а то дети смущаются. Да, у Георгия проект профориентационный. Причем, знаете, вот многие говорят, что сейчас не модно живьем встречаться. Ребята сначала были нацелены на онлайн-платформу, но в результате пришли к тому, что живые встречи очень важны. И в Петербурге, в Москве они уже провели несколько таких встреч, на которые приглашают профессионалов в своем деле. И ребята с удовольствием откликаются. Вот все одноклассники там и другие классы приходят. У Кати сетевой проект 21 день. Они заявили, что это в противовес синим китам. Они учат детей за 21 день правильным навыкам. Мы сами понимаем, что современные дети не очень умеют даже погладить брюки и приготовить обед. И вот ребята предлагают такого бота в интернете, который тебе за 21 день может подсказывать какие-то вещи для того, чтобы ты мог помочь маме, получил положительные навыки. И при этом еще они детские интересные заманухи. У них всякие наклейки там в интернете, они за это получают. Но пользуются популярностью. Ребята будут защищать свои проекты. И еще что хочу сказать. Проекты действительно сетевые. Вот о чем говорил Андрей. Ребята из разных регионов общаются. У Кати там вообще из еврейской автономной области коллеги. Их 7 человек в команде. У Георгия 3. И они все из разных регионов. Вот это важно. Они сохранили эту свою команду и продолжают работать. Спасибо большое. Спасибо огромное. Да, прямо минута. Да, меньше минуты даже. Вот замечательно. Ребята, спасибо вам огромное, что вы выступили. Вы молодцы. Смотрите, что я хочу сказать. Вот что мы сейчас видели. Мы видели ответ на вопрос, какая самая важная часть проектной деятельности. Самая важная часть проектной деятельности пост-продакшн. Когда у вас проект уже завершен, уже все готово, и вы презентуете, и снова презентуете, и снова презентуете. Вы выходите на максимальное количество площадок. Не бойтесь про свой проект говорить снова и снова и снова. Потому что только так вы можете потрясающие навыки, необходимые нам всем. Это навыки самопрезентации, навыки создания слайдов, навыки выступления перед публикой, навыки ответа на вопросы. Вот это необходимо прокатывать как можно больше раз на каждом проекте. Это как и учителям важно. Когда проект закончен, он не закончен. Его нужно с детьми потом по максимальному количеству конференций, олимпиад прокатать. Именно так они получат все то, что им нужно для будущей жизни. Спасибо. Спасибо. Перед тем, как есть возможность задать два вопроса, у нас останется несколько минут, я хочу сказать, что мы с вами счастливые люди, потому что работаем с уникальной организацией. Агентство стратегических инициатив – это организация, которая занимается известным будущим. И не придумывает его сама, как могло бы показаться, а помогает каждому человеку, вы видели, с первого класса, с самого раннего возраста, помочь определить свое будущее. Вы знаете эту прекрасную историю, что и прошлое, и будущее – это истории выдуманные. Не существует прошлого, не существует будущего, пока мы не остановимся и не задумаемся. А какое у нас прошлое? А какое у нас будущее? И вот если представить жизнь человека как нахождение в коридоре, когда у нас с вами за спиной наше прошлое, а впереди у нас будущее, то мы очень полезно можем существовать в настоящем, если у нас открыты двери в прошлое, и там все интересное мы берем. Но самое главное, и будущее оказывает больше влияния на настоящее, чем прошлое, когда у нас с вами впереди видимое, как окно-витрина, видимое светлое будущее. Мы видим с вами, что там происходит, мы берем из прошлого то, что нам пригодится в настоящем, чтобы это будущее достигнуть, которое мы придумали. Единственный способ предсказать себе будущее – это придумать его самому. Я благодарю всех экспертов и агентство стратегических инициатив. Здесь Анастасия Зырянова, один из руководителей федерального агентства, агентства, да, стратегических инициатив. Настя Тюриной, которая была одним из главных организаторов этой встречи. Мы готовы услышать вопросы. Обращайтесь к кому с вопросом и обязательно представляйтесь, кто вы и откуда. У нас три минуты. Сказал главный матрос Иван Лугов, что у матросов нет вопросов. Это два варианта. Или все понятно, или наоборот ничего не понятно. Какой? Все понятно. Пожалуйста. Здравствуйте. Ирина Лотова, Санкт-Петербург. Можно ли с Андреем Комиссаровым пообщаться после? Потому что я боюсь, что мы надолго всех задержим. Можно? Ангажируем вас, Андрей? Спасибо. Это удивительный человек, руководитель вожатского отряда Санкт-Петербурга. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые эксперты. Спасибо большое за ваше сообщение. Зовут меня Дмитрий Шевкунов. Я из Удмуртской республики, город Ижевск. Старший преподаватель Института социальных коммуникаций Удмуртского государственного университета и заместитель председателя комиссии по молодежной политике, науке и образовании общественной палаты города Ижевска. Прозвучала мысль о том, что будут поддержаны в том числе не только проекты, направленные на повышение финансовой грамотности, но и правовой грамотности. Какого рода поддержка будет оказана и как заявиться, то есть как вообще на эту тему. То есть работа ведется, к сожалению, пока без всякого финансирования и без всякого интереса со стороны тех, кому прежде всего это нужно. Проектов на самом деле много. Вот один из них, это замечательный проект, называется он «Быть человеком» и реализован в прошлом году в городе Ижевске. Проект основан на просвещении области прав человека и главным образом категорией целевой являются студенты направления социально-гуманитарного знания подготовки. Скажите, пожалуйста, как можно получить более подробную информацию и поделиться проектом. Очень быстро, потому что тут уже следующие спикеры стоят. Значит, смотрите, лидерский проект, оси, вы заходите на сопровождение три вида поддержки, административная, методологическая, информационная, потом в личной беседе мы с вами проговорим более подробно. И если проекту нужны какие-то деньги, то у нас сейчас в агентстве в направлении социальные проекты создан фонд поддержки социальных проектов. Нужно пройти программу «Акселератор», защититься и получить какие-то денежки на реализацию этого проекта. Мы ваш проект очень хорошо знаем. У нас в первом квартале прошел всероссийский отбор лучших практик финансовой, правовой, информационной грамотности. Вы у нас один из лидеров. Вот этот проект, который вы озвучили. И я думаю, что вас на площадках МСО где-то будут еще и упоминать и награждать. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, я думаю, все вопросы можно задать еще на стенде. Есть отдельный стенд. Пожалуйста, подходите, задавайте вопросы. Вам подробно ответят. Просто у нас уже следующая сессия. Мы желаем вам всем уверенного будущего. Да пребудут с нами навыки и их достижения. Спасибо. Спасибо.